Ребята, всем привет! Меня зовут Елена, я специалист по высшему образованию в Input Trip. Сегодня я проведу вебинар, расскажу про историю наших студентов, которые приступали вместе с нами. Также расскажу в конце свою историю, отвечу на ваши вопросы. Вопросы будут в конце вебинара, где вы 15-20 минут. Так, я надеюсь, что меня все слышно. Если меня плохо слышно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, пока что вижу только один комментарий. Ну ладно, хорошо, начнем. Так, какая связь с структурой вебинаров? Сегодня я расскажу две истории по бакалавриату, две истории по магистратуре и одну историю свою. И отвечу на ваши вопросы. Давайте начнем. Так, первая история, первый кейс – это бакалавриат. Так, бакалавриат по бизнесу и по экономике. А, кстати, ребята, хотел сказать, что если у вас есть вопросы, то задавайте по ссылке, которая находится под видео, если вы смотрите трансляцию на YouTube. Все вопросы будут в конце вебинара. Так, давайте вернемся к первому кейсу по бакалавриату. Так, кейс первый. Бизнес, экономика, бакалавриат, TOEFL. TOEFL – 93 балла, часть по чтению – 21 балла, остальные части – 24. То есть TOEFL достаточно хороший. Дальше переходим к SAT. То есть, как вы знаете, на бакалавриат обязательно нужно сдавать SAT. Сейчас, на самом деле, стали бы являться университеты, которые не все требуют SAT от иностранных студентов. То есть, почему так происходит? Дело в том, что все иностранные студенты, когда они сдают SAT, у них первая проблема – это английский. Потому что английский у них не родной язык. Это для них – это иностранный язык. И поэтому шансы для них издать хорошо SAT, для них – у них намного меньше шансов сдать хорошо SAT, чем у носителей языка. Поэтому им нужно намного больше приложить усилия к тому, чтобы сдать SAT на высокий балл. Вот. Сейчас многие университеты, не скажу, что большинство, но многие университеты включают топовые университеты в США. То есть, это, например, Northeastern University или University of Washington. Вот. Они делают как test optional policy. То есть, что это означает? Вы, по желанию, можете предоставлять свой балл SAT, если вы считаете, что SAT адекватно отражает ваши способности математики и evidence-based reading. Вот. Поэтому здесь у вас, как бы, есть два варианта – предоставлять, либо не предоставлять. Многие топовые университеты, например, типа Гарварда, Бостона и так далее, они требуют SAT от всех студентов. Это по-прежнему остается важным условием для поступления, для подачи документов в зарубежный университет в США. Так. Возвращаемся к кейсу. SAT – 1080. То есть, довольно-очень высокий. Если брать разбивку по частям, то это evidence-based reading – 510, математика – 570. То есть, это был самый лучший балл. Вот. Опять же, если говорить о финансировании, так что вы, естественно, если говорить о финансировании, то претендовать на финансирование с таким баллом сложно. То есть, почему? В основном финансируются студенты, которые сдают SAT ближе к максимуму. То есть, максимум – это 1600. Поэтому, если вы сдаёте SAT, например, больше 1500, то у вас есть шанс получить хорошее финансирование. Если ниже, то шансы получить финансирование от университета намного ниже. И, например, если балл 1080, то получить финансирование практически невозможно. Более того, для получения финансирования нужно обязательно запрашивать информацию в университете, а финансировать для них иностранных студентов. Почему это важно? Потому что иностранные студенты не могут претендовать на федеральные гранты в США, то есть на государственные стипендии. Поэтому всё финансирование, которое даётся иностранным студентам, оно даётся им на самого университета, это бюджет университета, не бюджет государства. Также иностранные студенты не могут претендовать на кредит под низкий процент. То есть для граждан США процент примерно от 3 до 5 процентов. Иностранные студенты на него претендовать не могут. Есть варианты получить кредит на какую-то сумму уже от частных организаций, но там процент примерно от 8 и выше, от 8 до 15 где-то. То есть намного выше. Поэтому кредит я не рекомендую брать. Мое мнение, что в том числе особенные тенденции в иммиграционной политике в США и, например, если они будут сохраняться, то эти работы потом будут, например, еще сложнее, чем сейчас. Поэтому кредит я сейчас, на данный момент, даже не рекомендую никому брать. Возвращаемся к статье 2018. Возвращаемся к статье, куда мы подавались с этим студентом. Так, мы подавали в нескольких университетах. А пожелания от этого студента были в следующий университет, это Бостонский университет. Если взять Бостонский университет, разбивку по баллам, то средние сети там 1425 из 1600, то есть достаточно высокий балл. Требование по TOEFL было от 90 до 100. То есть, в принципе, здесь мы попадали. И каждая секция должна была быть не меньше 20 баллов. То есть здесь все нормально. Также в университете было несколько дедлайнов. То есть Early Decision. Первое ноября мы в него не подавали. Мы подавали в Early Decision 2. Это 2 января. Вот, у нас все дедлайны были в конце декабря, в начале января. Вот. Стоимость обучения примерно 65 тысяч долларов за год, включая все расходы. Вот. Вот, мы подавали в Бостонский университет. А второе пожелание было это UC Berkeley. Так, здесь такая ситуация. TOEFL минимум 80, а средние сети в этом университете 1450. То есть это приблизительно так же, как и Бостон. Вот. Дедлайн один всего лишь 30 ноября. Ну, и стоимость примерно такая же. Там где-то 57-60 тысяч долларов в год. Вот. В эти два университета мы подавали пожелания студентов. В них мы, к сожалению, не поступили. Мы также подавали в два другие кампуса. UC. Это мы подавали в Irving и Dens. Также мы туда не поступили. Вот. Какие университеты мы еще подавали? То есть здесь уже мы подбирали университеты, исходя из текущих баллов за тесты. То есть я как раз подбирала университеты. Я выбрала университет в основном с Test Optional Policy. То есть чтобы увеличить максимальную вероятность поступления в университет, мы решили попробовать вот эти Test Optional University. И на самом деле это была очень хорошая стратегия. То есть мы поступили... Сейчас скажу, в какие университеты. Так. Так. Мы поступили в следующий университет. It's North Eastern University. Это очень престижный университет. Находится в Бостоне. По рейтингу он примерно такой же, как и бостонский университет. Но у него Test Optional Policy. То есть SAT там не нужно было предоставлять. Вот. Мы подали туда. По TOEFL мы, в принципе, прошли. Мы здесь, на что мы прошли туда по баллу за... По баллу за чтение как раз. То есть у нас чтение было 21. Они требовали, если я не ошибаюсь, где-то 23. Вот. Вот. Они где-то требовали 23. Мы не прошли туда по Reading. Поэтому студенты зачислили на подготовительный курс. Это что-то типа Pathway, который можно потом зачистить в бакалавриат. То есть кредитом можно будет перезачистить в бакалавриат. Но там во время как раз этого Pathway там готовят, в основном прокачивают английский язык и проходят несколько предметов уже по самому... По обучению именно в бакалавриате. Вот. То есть мы поступили в North Eastern University. Мы поступили в George Washington University. Он находится в Вашингтоне. Также престижный университет. То есть, не ошибаюсь, рейтинг у него где-то 50 какой-то из 300 национальных университетов. Вот. Туда мы поступили. Мы поступили в UMass Amherst. Там не было test-optional policy, но там SAT average был чуть-чуть выше, чем результат студента. Поэтому обычно, когда смотрят average или когда указывают range, то есть, если вы видите там разброс, например, от одного балла, то другого. Это, как называется, middle 50%. То есть это берут выборку всех зачисленных студентов и берут вот эту серединку. То есть 25% в топе убирают, 25% опять же самого низа убирают, берут только выборку в середине. То есть поэтому можно примерно прикинуть, какой у них может быть минимум. Поэтому мы туда подали, мы туда также поступили, несмотря на то, что это нет в доступной полосе. То есть это UMass Amherst, это государственный университет, штат Массачусетс. Вот. А дальше. Мы также поступили еще в University of Washington в Сиэтле. Очень хороший университет. У них очень хорошая медицинская школа. Ну и, в общем, в принципе, университет очень престижный. Ну и тоже примерно где-то 50-е место. Вот. Студент выбрал University of Washington. Вот. В данный момент мы сейчас занимаемся подготовкой документов. Мы запросили уже форма и 20. Уже мы даже созванивались по поводу проживания, общежития, meal plans и так далее. То есть мы продолжаем вести студент уже до конца, до отъезда. Следующее, что мы начнем, это исполнение immunization records. То есть это все прививки, которые вам делали, и что нужно будет предоставить в университет, чтобы показать, что вам не нужны никакие дополнительные прививки. Вот. Вот, опять же, какой вывод можно сделать из этой... именно из этого кейса поступления, что, опять же, SAT... То есть многие университеты на самом деле, когда вы смотрите на сайтах, они многие пишут, что мы не зачисляем только по тестам, мы смотрим еще на ваши эссеи и так далее. Это так, но да и нет. То есть все равно смотрят точно на тесты. То есть я уверена, что в бостонский университет, в UC Berkeley мы не поступили, потому что SAT намного ниже среднего. Поэтому очень важно, чтобы SAT также был на уровне, ну, хотя бы среднего, либо ниже среднего, если вы просто хотите поступить. Если вы хотите еще полношить финансирование на эту программу, если университет представляет финансирование сторонам студентам, то здесь должен быть результат вообще выше среднего, короче, темного ближе к максимуму. Поэтому вот это основной вывод, что экзамены нужно сдавать хорошо. Вот, по TOEFL, да, чем больше, тем лучше. И обязательно нужно набрать минимум, который требует университет, чтобы вас, например, не отправили на программу FATWA, чтобы вы сразу пошли на бакалавриат. Вот, переходим к следующему кейсу. Это тоже бакалавриат. Это очень интересный кейс у нас. То есть мы подавали на engineering. Вот. Результаты по тестам. TOEFL – 99, SAT – 1390. Из них, если выбирать разбивку по баллам, то это 800 по математике, 590 – это evidence-based reading. Была потом вторая пересдача, и пересдали verbal на 10 баллов больше. То есть если вы не знаете, то иногда некоторые университеты делают суперскор. То есть суперскор SAT – это значит, что они из всех ваших попыток по SAT они берут самые лучшие баллы. То есть, например, вот первая попытка, например, у вас 800 баллов по математике, 590 – verbal. Вторая попытка у вас, например, математика, там, не знаю, 700, но verbal у вас, там, 610. Они берут математику 800, то есть с первой попытки. И verbal берут со второй попытки, потому что он лучше и складывает. Вот у вас получается 1410. То есть получается здесь 1390 – это общий максимальный результат, и если делать суперскор, то это 1410. Вот. Дальше. SAT subject. Математика. Math level 2 – это 800 из 800, то есть это perfect score. А физика – 790, 790, я же говорю с акцентом. Физика – 790 из 800. Это тоже практически perfect score. Дальше. Куда мы подавали? Подавали мы большое количество университетов. То есть мы подавали вместе со студентом, по-моему, штук 6. Вот. И студент уже сам подавал, по-моему, в 14. То есть основная цель была за этим студентом – нам нужно было полное финансирование. Вот. Мы подавали… Какие университы подавали с нами? Мы подавали Harvard, Duke University, дальше Harvard Duke, потом Temple University, Ohio University, и Bay Area College. Кто не знает, Bay Area College – это единственный колледж в США, который не берет со студентов деньги за обучение. То есть все студенты, которые поступают в этот колледж, они учатся бесплатно. То есть они покрывают только стоимость проживания, это примерно там 8-10 тысяч долларов в год. Вот. Мы подавали туда, самостоятельно еще студент подавал большинство топовых университетов и колледжей, включая Ivy League. То есть вот я смотрю на список. Это Amherst College, Brown University, Colby College, Columbia, Cornell, что еще? NYU, Northwestern, то есть большое количество университетов. Что у нас здесь получилось? То есть когда мы подавали еще документы в каждый университет, мы также заполняли форму CSS. CSS форма, это как раз требуется для студентов, которым нужна финансовая помощь. Вот. Достаточно большая заполненная форма, нужно предоставить для этой формы еще потом налоговую выписку родителей за прошлый год, то есть показать, сколько налогов было уплачено в прошлом году, чтобы примерно, чтобы доказать уровень дохода семьи. Вот. Очень много информации требовалось, мы это все заполнили, ждали результатов. Какие результаты нам пришли? Вот. Ohio University, это, сейчас скажу, какое место, 151 место в рейтинге US News. Этот университет, давайте немножко расскажу про университет. Так, по поводу тестов. TOEFL они просили 71, то есть мы перевыкнули, причем значительно это требование. Средний SAT в этом университете 1010, 1190. То есть достаточно низкий, и вот с результатом 1390, мы вполне попадали намного выше, чем у них средний. Вот. И причем они делали все при вскоре сойти. Дальше. А subject testing не требовали. Мы подавали 1 декабря, это у них как раз была consideration на scholarships. Вот. Стоимость обучения, там, 21 тысяча долларов, это стоило обучение, это 18 тысяч долларов проживания. Это как living expenses. Вот. То есть суммарно, это примерно, там, 40 тысяч долларов. Вот. Этот университет нас зачислил и дал стипендию 10 тысяч долларов. То есть это не густо. Потом я написала в университет, и спросила, если вы сможете как-то увеличить эту стипендию. Они сказали, что да, и можно, если пересдать, например, с IT. То есть, например, 1410 для них, это, ну, у меня очень большое основание, чтобы дать, например, больше финансирования студенту. Вот. Я также вот спросила, есть возможность получить стипендию, если, например, уже вот для студента первого курса, второго и так далее. И сказали, что да, у них есть день scholarship, но она не превышает там 2 тысяч долларов. То есть максимальная финансовая помощь, которая вообще могла была быть возможна, это 12 тысяч долларов. Вот. Хотя университет, исправная комиссия сообщила, что они, граждан, полное финансирование сторонам студентов. Вот. Это по одному университету. Второй университет, который у нас также зачислил, это Temple University. Так, по нему. У них acceptance rate 55%, то есть примерно конкурс 2 человека на место. Средний TOEFL, точнее, средний минимальный TOEFL 79 баллов. Здесь мы опять же перевыкнули требования. Средний SAT в School of Engineering в 1217. Вот. Здесь уже повыше, чем Ohio University, потому что Temple, он больше по рейтингу, у него 118 место, вот по прошлому году. Так, SAT subject test не требовали. Мы подавали regular decision, то есть 1 февраля. Вот. Стоимость обучения 30 тысяч долларов, это только обучение, проживание в Филадельфии, но будет стоить примерно тысяч, я думаю, 15, может быть, 12-15, в зависимости от расходов. Вот. И они также писали, что они предоставляют полное финансирование странным студентам, но только фрешментам. То есть, если, например, вы берете как трансфер, то максимальная финансовая помощь, там, возможно, там 15 тысяч долларов. Это максимум. Вот. А какой результат? Нас зачислили и дали стипендию в 5 тысяч долларов. Была возможность запросить дополнительное увеличение стипендий до 10 тысяч долларов. То есть, в среднем вы можете видеть, что это где-то 10 тысяч долларов. Вот. По всем остальным университетам, включая топовые университеты, нам, к сожалению, не пришли отказы. То есть, университеты все, когда мы подавали документы, они все рассматривали форму CSS, они видели, что нам нужно полное финансирование в университеты, и они не были готовы предоставить полное финансирование, поэтому они отказали во всех остальных университетах, пришел отказ. Вот. А какие можно сделать выводы из этого кейса? То есть, здесь вообще, сейчас, сегодня вебинаре, это не по рекламе, не по трип, то есть, мы не рекламируем услуги, мы просто делимся опытом и делимся выводом из теми, кто будет подавать самостоятельно, чтобы вы примерно знали, чего ожидать от процесса поступления. То, что вы не витали в облаках, вы могли примерно прикинуть свои шансы на поступление и получение финансирования, если вам оно нужно. Вот. То есть, здесь первый вывод, это, опять же, SAT. Если вы хотите полное финансирование, то SAT нужно ближе к максимуму. Опять же, университеты, хоть и не пишут, что мы там и рассматриваем не только тесты, но все равно, тесты должны быть на уровне, поэтому даже вот 1410 не гарантирует вам получение полного финансирования. Вот. Опять же, по поводу этого студента, у него очень хороший профиль, то есть, мы думали, что обязательно что-нибудь получится, хоть с каким-то колледжем. У него большой волонтерский опыт, есть опыт призовые места, олимпиады, призовые места также его отправляла школа на конференцию в Гонконг, участие в курсе в Columbia University, то есть, профиль у него достаточно сильный, то есть, мы думаем, что подвели как раз именно тесты сети General и подвел, скорее всего, средний балл. Я немножко расскажу по поводу GPA, то есть, как они считаются, вы когда учитесь в 11 классе, вам нужно прием на комиссию предоставить оценки за все классы, начиная с 9, то есть, вы предоставляете все оценки по четвертям. Вот. Если, например, вы решили только там в 10-11 классе вытянуть себя на золотую медаль или на все пятерки или улучшить как-то успеваемость, то, а, например, в 9 классе у вас тройки или там в основном четверки, то у вас как раз 9 класс, он вам снизит GPA. Вот. Это как раз, я думаю, произошло вот со вторым гейсом, что из-за оценок, например, в 9 классе, там, часто оценок в 10 классе, несмотря на то, что там 11-12 класс, у вас более-менее одни пятерки, то здесь как раз сыграла роль, наверное, еще и в среднем баллу, потому что на среднем баллу также смотрят, поэтому имейте это в виду. Если вы, если у вас, например, в 9 классе тройки, то есть не очень хорошо успеваемость, но еще у вас в 11 классе или в 12, если у вас 12 классов, если вы учитесь, у вас одни пятерки, у вас есть, для вас есть смысл как бы подождать год, скорее всего, получить свой аттестат с одними пятерками и подать в школу вот свой perfect GPA, когда у вас будет там 4 из 4. Вот. Здесь как раз вы как бы, у вас получатся топовые результаты, вот по одному из критерию, это GPA, которые обращают внимание приемная комиссия. Вот. То есть здесь два вывода. Это по сети, опять же, что нужно хорошо сдавать экзамены, вот, и по GPA. То есть здесь также есть такой момент. Так, переходим сейчас уже к магистратуре. То есть по магистратуре у нас будет два кейса. Вот. первый кейс первый кейс у нас был как fine arts, можно считать. Это как MS, Masters in Film Production. Вот. Особенности поступления вот на это направление. Финансируется это направление не очень хорошо. Но как вы знаете, если вы смотрели раньше наши вебинары или читали статьи, fine arts очень сложно финансировать. То есть архитектура, дизайн, актерское мастерство, а также продюсирование, режиссура финансируется не очень хорошо, потому что на эти программы большие расходы в плане большие расходы для школы, потому что необходимо оборудование и так далее. вот, и на самом деле я думаю, что то есть университет он много именно ресурсов привыкает вот со своей стороны. То есть не очень хорошо финансируется, например, из организации вне университета. Вот. Что можно здесь сказать по поводу этого кейса? Мы подавали в NYU. Это был единственный университет, куда мы подавали с этим студентом. Вот. Профиль этого студента. TOEFL 109 баллов. Опыт работы. Опыт работы как раз в продюсировании с мая 2012 года. То есть на данный момент это уже 6 лет. есть также опыт работы за рубежом. Сейчас я даже открою резюме, посмотрю и скажу точно. Вот. Опыт работы за рубежом в Испании, в Швейцарии, ну и в Москве. Так. Что еще могу сказать? Человек знает 4 языка. Это русский родной. Также свободное владение английским, немецким, испанским языками. Вот. по поводу бакалавриата, который... Бакалавриат не по продюсированию. То есть бакалавриат совершенно по другому направлению. Это опять же для тех, кто хочет, например, полностью сменить специальность. Вот. То есть да, это возможно. Так. Jerry. Jerry не нужно было задавать. Почему? Потому что это fine arts. На fine arts обычно Jerry не требует, либо требует по желанию. И что еще можно учесть fine arts, что средний балл также практически не имеет никакого значения. Вот. То есть на эти программы смотрят в основном на ваш талант и на портфолио. То есть у вас должно быть очень хорошее и кратитное портфолио. Вот. Здесь как раз портфолио было топовое. Поэтому что у нас произошло? Мы подали... Так, сейчас я расскажу немножко про нефситет, который мы выбрали. Мы выбрали общего университета. Мы решили подавать вот в этот один. Так, NYU, то есть это TESH, по-моему, TESH Film School. Да, все верно. По поводу рейтинга этой программы продюсирования на третье место из 25. Стоимость обучения. Вот сейчас я рекомендую всем сесть. Это 271 тысяча, ну, где-то 272 тысячи долларов за три года. То есть вы можете представить, сколько это. То есть можно купить дом. Два дома в Долавер. Левопатин сейчас на три года в NYU. Вот, TOEFL. А минимума нет. Вот, то есть у них минимального балла нет никакого. GRE не нужно было. Acceptance rate 4,5%. Опять же, ребята, это Acceptance rate на программу, это не финансирование даже. То есть это из всех, кто подает, 4,5% берут на программу. То есть финансируются еще меньше. Вот. То есть очень сложно попасть. Даже если у вас есть деньги. Вот. А дедлайны. Какие дедлайны у нас были? Мы подавали все, если я не ошибаюсь, мы подавали все к 1 декабря. На 1 декабря нас был ввести дедлайн. Вот. А что я могу сказать? По портфолио. Портфолио требовалось следующее. Нужны были видеокомпоненты, нужно было dramatic story, диалог и фильм-концерт. То есть портфолио состоит из нескольких частей. Там есть как текстовые компоненты, так и видео. Вот. Мы загрузили все. Вот. И ждали ответы. И ждали ответы. Это очень долго. Насколько я помню, в феврале. То есть мы на самом деле даже подали. и не знали, что будет, потому что очень маленький acceptance rate. То есть мы подали в самую престижную программу. В феврале они представили нашему студенту приглашение на интервью. То есть на самом деле приглашение на интервью в такой университет, с такой программой уже, можно сказать, там полпобеды. Вот. Наш студент летал на интервью. Вопросы, которые там задавали, очень сильно отличались от того, что мы вообще ожидали. То есть например, те вопросы, которые задают, когда вы подойдете на магистратуру или на MBA. То есть там, например, вопросы были совершенно другие. То есть там, например, нужно было описать человека, которого вы ненавидите. Вот. То есть больше такие творческие. Но к сожалению, что-то пошло не так, и наши студенты не взяли на эту программу, но здесь это уже позитивный опыт, что это была самая престижная программа. я думаю, я думаю, что в этом году уже наш студент, мы уже общались, что наш студент будет подавать в остальные университеты, которые мы подобрали, и туда, например, acceptance rate намного выше. Там 17%, 50%. Стоимость обучения ниже получить финансирование намного реальнее. Вот. Опять же, какой тейк-ауэй? Вывод из этого кейса это портфолио. То есть здесь как раз, если вы подойдете на fine arts, у вас должно быть топовое портфолио, если вы претендуете на финансирование. Опять же, международный опыт работы, если он есть, это все в плюс. Знание языков также. Вот, если там вы можете руководить командой и так далее, тоже все очень хорошо. Вот. Переходим к следующему кейсу. Вот. Это самый скетчный кейс. Вот. Сейчас я расскажу через минуту. Так. Так. Переходим к последнему кейсу нашего студента. Вот. Мы подавали на MBA. MBA направление finance. Вот. GMAT. Как вы знаете, на MBA требуется GMAT. Вы можете выбрать, на самом деле, GMAT или Jeremy, но большинство университетов рекомендуют GMAT. Вот. GMAT 740 баллов. То есть, это космос. Космический результат за GMAT. Человек готовился к GMAT в 8 месяцев. То есть, мы вообще начали еще, по-моему, два года назад. Была очень сложная, была очень сложная, ну, не то, сложная подготовка, был очень низкий, низкий результат. Мы решили перенести поступление на один год. Вот. За 8 месяцев студент получил свой результат до 740 баллов. То есть, это результат топовых школ. Вот. IELTS 7,5. То есть, это, в принципе, это минимум. Минимум обычно где-то 7 баллов. Вот. 7,5 – это выше минимума. Вот. Где-то минимум там 7,5. То есть, английский, в принципе, на MBA должен быть, он должен покрывать минимум. Вот. Тем более, если у вас высокий GMAT, как здесь, 740, то вербальная часть больше 90%. То есть, здесь уже показывает, что вы владеете языком. Вот. Опыт работы. Как вы знаете, что на MBA очень ценится опыт работы. Почему? Потому что это профессиональная специальность, и здесь, как раз, чем многие топовые школы неохотно берут студентов, у которых нет опыта работы. Почему? Вот я могу сказать, я могу сказать по своему опыту, я, например, стараюсь, когда у меня групповой проект, я стараюсь не участвовать в групповом проекте со студентами, у которых нет опыта работы, потому что они не могут, то есть, они, в принципе, маленький вклад могут внести проект. Поэтому здесь опыт работы был достаточно такой критичный момент. Опыт работы был менее двух лет на момент подачи документов. Опыта в международной компании здесь не было, то есть, здесь были в основном такие локальные компании. Вот. Был большой опыт волонтерства, и человек знает три языка, это русский, украинский и английский. Вот. Какие здесь результаты? То есть, сначала расскажу, в какие университеты мы подавали. Вот. Так, мы подавали, мы подавали в топовые университеты. Мы подавали в Georgetown University в Вашингтоне, здесь acceptance rate был 16%. Мы подавали в USC, в Лос-Анджелесе, acceptance rate 29%. NYU, это как раз был такой топ-чоис для этого студента, мы подавали, здесь acceptance rate 21%. Бостонский университет, в Бостоне acceptance rate 39%, это самый высокий acceptance rate вот из этого списка, который мы выбрали, и Columbia University в Нью-Йорке 16,5% acceptance rate. Вот. Какой результат? По каким университетам нам пришли отказы, в первую очередь, это NYU и Columbia, то есть от них, от Columbia пришел отказ практически там через месяц. Вот, от NYU пришел в конце марта, от USC у нас был wait list, то есть университет уму зачислят или нет, вот, и нас приняли в Georgetown University, куда я поступила в 2016 году, вот, и поступили и в Boston University и в Boston University нашим студентам дали полную стипендию, то есть стипендия подрывает все расходы на обучение, это full tuition. Размер стипендии 104 тысячи долларов за два года, здесь никаких нет условий по работе, то есть это не assistantship, это прям грант, то есть это вот бесплатные деньги, которые не нужно отдавать, которые нужно вот просто брать и ехать учиться. Стоимость проживания это не покрывает, но опять же у нашего студента есть возможность подать на assistantship и получить assistantship в университете там на 10-20 часов в неделю и уже наш студент там может работать и получать стипендию, вот, то есть в принципе можно вообще покрыть всю стоимость обучения вот за два года с помощью гранта и assistantship, то есть человеку нужно купить только авиабилет. Вот, это наша, это наша самая успешная история о поступлении, вот, мы помогали в принципе со всем, мы помогали с рекомендациями, с эссе, полностью ввели до получения офферов, также делали, обсуждали, как он не рестает, например, лучше и так далее, корректировали список, вот, поэтому это наша самая успешная история, я немножко расскажу про себя, вот, так как это в плане вебинара. Я подавала в 2016 году, мне было спонтанное решение подавать в США, вот, у меня было всего там два с половиной месяца на подготовку, английский я сдавала заранее летом, потому что я вообще хотела поступать в Германию, вот, я сдавала IELTS, и результат по IELTS у меня восемь с половиной с девяти, вот, на джимат у меня было где-то два месяца, примерно так, то есть я начала сильно готовиться там в конце октября, задача экзамена у меня была в конце декабря, я сдала на 670 баллов, а подавала я в шесть университетов, то есть я выбрала два топовых, это Duke University и Georgetown, потом у меня было три средних, это Notre Dame, Vanderbilt и какой еще, и Wisconsin Medicine, вот, ну, это как бы такие, это не даже средние, они, в принципе, тоже можно отнести больше к топовым, они, у них очень хороший рейтинг, среди бизнес-школ, и я выбрала как запасной университет Долавэр, владельцу, я сейчас и учусь, потому что мне дали стипендию, за два года университет не полностью погрел стоимость обучения, и мне остается только погрел стоимость проживания, на что у меня были свои собственные сбережения, поэтому, в принципе, по поводу своего опыта могу рассказать немножко, как у меня дела, сейчас у меня заканчивается второй семестр, по первому семестру у меня средний балл 3,58 из 4, то есть это, в принципе, намного выше, чем нужно, нужно 3 балла всего, вот, и в пятницу я как раз получила оффер от крупной международной компании на стажировку по project management, и вот мы с 4 июня уже начнется стажировка, вот, что могу рассказать по поводу поиска стажировки, было достаточно сложно, я начала искать стажировку с сентября, вот, опять же, учитывая текущую иммиграционную политику, сейчас многие компании немножко, они стали осторожно брать с ни стороны студентов как на стажировку, так и на работу, потому что непонятно, что будет дальше с рабочими визами и так далее, вот, но опять же, это не препятствие, то есть стажировка, на которую я подала, это я была perfect fit, то есть у меня полностью подошла и по своему опыту, и по целям, и вот, и за полторы недели у меня было 4 интервью, и потом мне прислали оффер, вот, поэтому все возможно, недавно мой друг как раз, он из Индии, у него опыт работы в консалтинге, в прошлом году у него была стажировка, летняя стажировка BCG, то есть это Boston Consulting Group, и месяц назад он получил оффер также в Boston Consulting Group, он переезжает в Бостон, зарплата у него будет шестизначная в долларе у в Виоленде, поэтому мы все за него рады, он также не странный студент. Вот, поэтому, ребята, это не то, что чудеса, это просто нужно нужно как-то прилагать усилия ко всему, что, ко всему, к чему стремитесь, то есть не ищите легких путей, не думайте, что поступление в университет это будет, это будет самое самое сложное на вашем пути, то есть наоборот, это только начало. Вот, и на этой ноте я перехожу к вашим вопросам. Вот, я напоминаю, что вопросы можно задавать по ссылке, которая находится на YouTube под видео. Вот, сейчас я обновлю страничку и перейду к вашим вопросам. Так, давайте начнем сначала на то, что так, то, что было ВКонтакте. Здравствуйте, расскажите про поступление на сертификатную программу после 11 класса со стипендиями или бесплатно. На самом деле, сертификатные программы, они в основном считаются как профессиональные, то есть они для тех, кто уже закончил бакалавриат, поэтому после 11 класса обычно сертификатные программы не поступают, а поступают на бакалавриат. Вот, а стипендии бесплатных сертификатных программ не бывает. Вот. Стипендии есть, но они очень, они минимальные, то есть, может быть, там одна, там, две тысячи долларов. Вот. Полагается ли финансирование в американских университетах для людей из зоны АТО? Очень хочу учиться в США. Если честно, я не знаю, что такое зона АТО. Если вы можете немножко решифровать, то я буду вам благодарен и смогу ответить на ваш вопрос. Вот. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в конце видео про поступление на магистратуру медику, только закончившему специалитет в Питере. И что нужно сделать, чтобы получить хорошую стипендию? Заранее спасибо огромное за ответ. А по поводу медицинского образования, ребята, с медицинским образованием очень сложно. Финансирования на медицинское образование, тем более полного, нет. Вот. И по поводу медицинского образования в США, многие университеты, вот как мед.скулс, они, многие даже не берут иностранных студентов на обучение. Вот. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что, может быть, там, остроты устроится, может быть, какая-то проблема, не могу точно сказать. Вот. Но есть... В интернете можно найти список университетов, которые берут на учебу иностранных студентов. Что вам нужно там сдать? У вас должен быть законченный бакалавриат. У вас там должно быть бакалавриат и определенное количество, там, часов по химии, биологии и так далее. Вот. И вам нужно сдавать экзамены МКЭТ. Вот. Это сложный экзамен, и, по-моему, он состоит из нескольких частей. Вот. Сдать его... Сдать его, по-моему, можно часть... Можно сдать на месте, вот в стране, где вы живете. По-моему, третья часть этого экзамена нужно ехать в США. Вот. Если не ошибаюсь, именно по медицинским программам. Есть также программа, если я ничего не путаю сейчас, то есть также еще вариант поступить как residence. То есть пройти residence в каком-то вечебном учреждении США – это возможно для иностранных студентов. Я думаю, что это будет намного легче, кстати, если у вас уже закончена... Есть законченная вышка по медицине. Но здесь, опять же, здесь нужна и нужен уже диплом на руках. Вот. Но финансирование получить на медицинское образование практически нереально. Вот. Это стоит очень больших денег. Вот. Так. Дальше. Учусь в спортивном вузе, бакалавриатом направления организации работы с молодежью. Занимаемся организацией молодежи. Ну, у меня очень интересен спорт. Сейчас учу язык. Очень хочу поступить в американский вуз и продолжить работу в сфере спортивного менеджмента. Где можно продолжить обучение, можно найти работу в американских спортивных организациях. Вот. Да, на самом деле есть программа по спортивному менеджменту в магистратуре. То есть, это, можно сказать, что это как бы это департамент бизнес-школы. И можно найти, спортивные организации, они предоставляют возможности для работы в них. То есть, например, когда подавала на стажировку, я видела, например, стажировку в NFL. То есть, National Football League. Вот. Поэтому я не могу точно сказать, насколько эта индустрия большая здесь. Поэтому и вариантов по трудоустройству, к сожалению, не могу проконсультировать. Но программы по обучению такие есть. И, возможно, также можно получить финансирование, если это магистратура. Так, дальше. На что конкурс выше, MBA или LLM? Вот. Я думаю, что это зависит также от школы. Вот. Зависит от рейтинга школы. Например, вот как я засчитывала в Columbia University, там acceptance rate был где-то 16%. И там есть определенные требования, что ищет университет. Вот. Зависит от школы. Сколько нужно брать топовых вузов для подачи документов и сколько средних? Здесь мы рекомендуем 6 университетов. То есть, здесь лучше взять 2 топовых, 2 средних, 2 с низким рейтингом. У меня для портфолио нет публикаций, но вы говорите, план с них курсов. Это плохо. На самом деле, публикации не везде нужны. Например, на магистратуру публикации не обязательно. Я когда подавала на MBA, у меня не было ни одной публикации, я не собираюсь их писать. Вот. Поэтому это больше, скорее всего, относится к PhD. Поэтому, если у вас нет публикации, здесь нет ничего страшного. Вот. А дальше? Так. Подскажите, пожалуйста, какие хорошие университеты с магистратурой в архитектуре, которые дадут полное финансирование? Вот. А по поводу магистратуры в архитектуре очень сложно найти финансирование, тем более там полное финансирование. Поэтому здесь единственный совет, который могу дать, это просто писать университет, искать эту программу и спрашивать, если там финансирование или нет. Времени уйдет достаточно долго. Поэтому готовьтесь, это где-то минимум на месяц. Вот. Я думаю, что... Я делала подбор, по-моему, последний, зато полгода назад. Вот. Поэтому у меня было пара вариантов, которые... Это у вас пара вариантов вообще по другой госпитализации. Вот. И вы сможете учить на архитектуре. Вот. Дальше. Так, давайте я почитаю, что у меня будет на... То, что было на Фейсбуке. Насколько трудно поступить в медицинский университет США? Девушка окончила национальный медицинский университет имени Богомольца. В факультет первом медицинский. Возможно ли получить финансирование? Опять же, это по медицине. Получить финансирование на медицину практически невозможно. Либо будет небольшой грант, если у вас идеальные баллы за экзамен и так далее. Вот. Медицина очень плохо финансируется, потому что врачи в Америке получают очень хорошие деньги, и поэтому большинство школ считает, что как бы вы вкладываете деньги в образование, но вы потом срабатываете очень хорошие деньги, когда вы начинаете работать. Вот. И отдаете, например, этот кредит, если вы будете брать кредит на обучение. Так. Заканчиваем магистратуру. Направление промышленное, гражданское строительство. Вы скажите, пожалуйста, хорошие университеты в Америке, вы похожи на направление, и можно ли получить финансирование от университета? Вот. По поводу строительства, честно могу сказать, я не делала подборов по этому направлению. Я думаю, что если посмотреть что-нибудь в плане инжиниринг, то можно что-нибудь найти. Вот. Получить финансирование, опять же, если это магистратура, то, я думаю, шанс получить финансирование есть, поэтому нужно будет просто искать, писать в университет, искать программу. Так, дальше. На магистратуре на полное финансирование нужны хорошие оценки. Если да, то какой минимум волонтерством надо заниматься, что будет подтверждением моего участия. Вот. По поводу оценок. Да, чем выше средний балл, тем лучше. Как бы минимум. Минимум вообще университета требует три. По четырехбалльной шкале. То есть вы можете онлайн пересчитать ваши кредиты для оценки и посмотреть, какой у вас примерно там GPA получается. Вот. Если меньше трех, то это не очень хорошо, поэтому это может повлиять на то, что университет вам может отказать только из-за GPA. Вот. А волонтерство. Да, то есть этим лучше заниматься. Какое будет подтверждение? То есть на самом деле университет не требует никакого подтверждения, нет никаких ни сертификатов, ничего. Что они делают после, если они вас берут на программу, если у вас очень хорошее резюме и так далее. Они делают бэкграунд-чек. То есть практически во всех университетах и даже организациях, например, на стажировке, куда я подаю сейчас документы, которые у меня начнутся в июне, они нанимают отдельное агентство, которое делает бэкграунд-чек. То есть они у вас требуют всю информацию по вашему бэкграунду, академический бэкграунд, профессиональный, волонтерство, если вы его указываете. Они требуют контактные данные людей, с которыми вы там работали, или они требуют, если это работает, требуют контакты HR-отдела. Вот. И это агентство, оно просто либо пишет имейлы туда, либо прозванивает. То есть они полностью проверяют. То есть если выясняется, что вы собрали где-то, то здесь автоматически вас отчисляют. То есть они отзывают оффер. Вот. Поэтому я рекомендую говорить правду и только правду. Вот. Добрый вечер. GMAT 620 и полное финансирование, совместимые вещи? Скорее всего, нет. Опять же, зависит от рейтинга программы. То есть, скорее всего, в первую сотню, US News вы не получите финансирование с таким баллом, и вы получите, но частично. Вот. Если вы будете смотреть уже ниже по рейтингу, здесь возможно. Вот. Расскажите про обучение по специальности педагогика, какие нужны экзамены, возможно ли поступление на магистратуру после правильного обучения на бакалавриате, какие есть варианты в УЗУ с полным финансированием. А по поводу педагогики, опять же, здесь финансируется она не так хорошо, например, как бизнес-школа, экзамены. Как на обычную магистратуру, здесь будут требованы JERI, JERI, TOEFL, IELTS, TOEFL или IELTS. После правильного обучения на бакалавриате, да, это будет логично, что если вы идете на магистратуру, если, например, смена специальности, и у университета не требует никакого академического программа по бакалавриату, то здесь также это возможно. УЗУ с полным финансированием мы, к сожалению, не можем сказать, потому что у меня нет никакого подбора именно по педагогике. Вот. Дальше. За сколько лет необходимо готовиться к TOEFL, чтобы сдать ваши 7,5 баллов? Это, наверное, IELTS, 7,5 баллов. Сейчас на первом курсе учусь. Это сложно сказать, на самом деле. Я думаю, что если уже сейчас Intermediate вы учитесь на первом курсе, я думаю, что на TOEFL не нужно больше полугода. Зависит от вашего уровня. То есть TOEFL лучше сдавать с уровнем где-то, ну, там, AB Intermediate хотя бы. Вот потяните, да, по Intermediate, возьмите там полгода подготовки к TOEFL, вы сдадите там, я думаю, на 100 с чем-то. Вот. И также у нас был вебинар в ноябре, и до сих пор я иногда читаю переписку, который там ребята ведут. То есть там были те, кто даже без подготовки к экзамену, там, либо с минимальной подготовкой сдал больше 100. Вот. Так что все возможно. Дайте, пожалуйста, советы, как повысить шансы получения финансирования на бакалавриат о нем и экзаменах. В каких мероприятиях принимать участие, учитываются ли олимпиады. Учитывается все. Опять же, по поводу экзаменов, да, помимо экзаменов учитываются еще волонтеры, призовые места, спортивные достижения, олимпиады, конкурсы, какие-то международные конкурсы. Вот. Это все учитывается. Очень важно все равно подчеркнуть, что это экзамены и средний балл за теста. Вот. Об этом я говорила в начале вебинара, когда мы рассматривали второй кейс. Вот. Так. По поводу мероприятий, опять же, какие предпринимательства тоже. Это конкурсы, олимпиады. Если гибнет международный конкурс, так же это будет хорошо. То есть студент, который с нами поступал, он участвовал... У него были представлены места, после которых он также потом ездил в Гонконг и в Колумбия университет. Вот. Так же, если у вас, например, есть... Вы ездили в языковую школу, учить английский, вы так же можете написать, что у вас есть именно этот опыт, что обучение за рубежом, что это очень хорошо поднимает шансы, так как у вас уже... Вы уже примерно знаете, чего ожидать от учебы в университете. По крайней мере, в плане, что это другая культура и так далее. То есть тоже будет хорошо смотреться. Так же иностранный язык есть. Если вы учите что-то гранино-английского, немецкий, французский или другой язык, это так же будет хорошо влиять. Вот. Так, дальше. Вот. Зона АТО Юго-Восток Украины, Луганская, Донецкая область. Ребята, честно могу сказать, я не знаток политики, я не знаю. Я думаю, что здесь можно попробовать подать. Единственное, что... То есть я не уверена, что здесь как раз можно будет указывать... То есть я думаю, что нужно будет указывать, что вы подаете из Украины. Вот. Я думаю, что можно попробовать. Вот. На сертификатные программы, на filmmaking, сколько надо учиться, чтобы получить разрешение на работу? Сколько стоит такая программа в среднем, где живут, когда учатся, когда учеба на таких программах? Вот. Сертификатная программа, она длится в основном год. То есть она может быть от 3 до 4 семестров. То есть семестр, на самом деле, на сертификатной программе, он 3 месяца. То есть чтобы получить вам потом разрешение на работу, то есть OPT, вам нужно взять сертификатную программу с минимальной длительностью 3 семестра, то есть 9 месяцев. Тогда вы можете подать на OPT, если эта программа предполагает потом OPT. Вот. Сколько она стоит? Стоит она, например, там от 8 до 15 тысяч долларов, в зависимости от программы. Вот. Отживут. Насколько я знаю, что проживание вы ищете самостоятельно, то есть сертификатная программа вряд ли вам предоставит какое-то общежитие. Вот. Я думаю... Либо можно запросить, например, так как все сертификатные программы, они обычно при крупных университетах, например, UCLA Extension, можно запросить что-то, какие-то варианты проживания на кампусе UCLA. Так, дальше. Есть ли какие-либо ограничения по возрасту на момент подачи у него 3-4-35 лет? Вот. На самом деле ограничений по возрасту нет, и можно подавать в любом возрасте. Вот. Со мной, например, на программе есть люди, как и младше меня, то есть не через 27, есть те, кто только что закончил бакалаврят, есть те, кто уже давным-давно работает, тем, кто уже за 30, за 40. Вот. Вот. Был, по-моему, кто-то даже за 50. Потом ограничений по возрасту нет, получить гранд техническую специальность можно. Вот. Что можно рассказать про магистратуру по геологии? Ну, что вас интересует? Рассказать можно, то есть стандартные экзамены, это GERI, английский. Вот. Финансировать или нет, нужно запрашивать в университете. Скажите, пожалуйста, я учусь так. Я учусь на филологии, первый курс в магистратуру, хочу на экономику. Есть шанс поступить с финансированием? Да, вполне, вполне есть шанс поступить, то есть на экономику зависит еще, если это какая-то специализированная программа, если не требует какой-то программ по экономике, бакалавриате, то на такую программу, скорее всего, нельзя упасть. Если это какая-то общая программа, либо, опять же, MBA, то шанс поступить есть, финансирование также могут предоставиться, это зависит от университета. Финансировать для неинвестра на студентов или нет, это нужно обратиться в приемную комиссию. Влияют ли для получения финансирования стажировки какие-либо курсы, волонтерство и конкурсы? Да, все это влияет, особенно стажировки, если это были какие-то хорошие компании, либо это зарубежные компании и так далее. Вот. Вот, как, например, первый кейс по магистратуре, вот, филмейкин, о котором мне рассказывали, там были стажировки по специальности, ну, не то, что по специальности, но по филмейкин, были стажировки в Испании, в Швейцарии. Вот. Это очень хорошо сказали. У нас получилось вообще шикарное резюме, поэтому, да, это будет хорошее дополнение. Есть ли гранты, выдаваемые на покрытие стоимости экзаменов, TOEFL, SAT и так далее в России, как они называются? Насколько я знаю, это Education USA, то есть туда нужно заранее подавать, у них есть несколько дублайнов для набора студентов, и вы можете, они как раз покрывают стоимость именно подачи в университет, то есть покрывают стоимость TOEFL, SAT, если вы еще не оплатили вроде все сборы. Если вас также берут в университет, они вам, по-моему, оплачивают авиабилет, если не ошибаюсь, и авиабилеты, там деньги, они бы стипендию на первом месте прошивания, как-то так. Вот, это Education USA. Насколько реально получить финансирование на специальности Electrical Engineering? Были ли у вас такие кейсы? Финансирование получить реально? Очень реально получить, кстати, финансирование PhD, а PhD практически зафинансироваться полностью и не требования по получению сраной магистратуры, например, по Electrical Engineering. То есть здесь самое важное, которое может быть, это что нужно здесь учесть, это Jerry. У вас Jerry должен быть приближен к максимуму, то есть если максимум по Jerry это 340 баллов, то мы должны набрать за 330. 320-330, это точно, если не 340. То есть это реальная история, у меня мой друг учится как раз, но у него не Electrical Engineering, у него тоже связана, у него какая-то инженерная специальность, требования именно моего университета по капликанту, он был, по-моему, 330 баллов. Вот, он набрал как раз, по-моему, 330, и он поступил. Вот, кейсы у нас, у нас до сих пор мы ждем ответ по одному студенту, который подавал мой PhD в Electrical Engineering. Вот, у него Jerry 305, поэтому мы будем ждать новостей. Вот, но опять же, я бы рекомендовала подавать только в том случае, если у вас очень высокие баллы. Либо смотреть на средние баллы университетов, которые вы подаете. Вот, то есть у вас должны быть баллы выше среднего. Так, а как правильно действовать... Ну, давайте я зачитаю последний вопрос. Две минутки осталось. Как правильно действовать школьнику 15 лет для удачного поступления в США? Вот, если вам 15 лет, если это 11 класс или, там, конец 10 класса, то здесь уже нужно начинать готовиться к экзаменам TOEFL или IELTS и SAT. На SAT понадобится примерно, там, минимум, три месяца, а то и больше. Вот. Я рекомендую заранее сначала, например, готовиться к английскому, а потом уже параллельно подключать SAT, потому что для удачной сдачи SAT должен быть хороший английский. Вот. А потом уже с сентября отправляется подача документов в вузы, выбирайте вузы и заполняйте все аппликационные формы, которые нужно потом будет выбирать университет, примерно там, в ноябре, декабре, январе. Вот. Это план действия. Это план действия. Так, ребята, вопросов много. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете забронировать консультацию. Ссылка на консультацию можно найти внизу под видео на YouTube. Также запись этого вебинара будет на канале LinguaTrip, и ссылка на него также под видео. Обратите внимание, это не LinguaTrip TV, а именно канал LinguaTrip. Вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вебинар был полезен для вас. Хорошего вечера. Увидимся. Пока.